Как много вы знаете бойцов-ветеранов, которые после прихода в UFC антидопинговые организации, смены поколений и длительного простоя, смогли вернуться в спорт и остаться на высочайшем уровне. Сначала на ум приходит только Йоль Ромеро, после же мозг настигает мысль, что есть ещё один такой боец. Он бился и бьётся с лучшими оппонентами в своей весовой. Он сражался с каждым из топ-5 веса, и именно он будет биться 7 февраля на очередном турнире UFC. А имя ему – Алистар Оверим. Соперником голландца станет россиянин, которого в шутку сравнивают с Иваном Драга из-за схожести с Дольфом Лундгреном. Наш русский парень Саша Волков с радостью принял бой против ветерана. В этом поединке всё будет не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Без лишних формальностей. Перейдём сразу к прогнозу от ММА Экспресс. Ставь лайк и погнали! А начнём разбор мы с наименее важных аспектов, которые на бой влияют лишь косвенно. К таким относится опыт, в котором, как ни странно, атлеты примерно равны. 65 боёв, и это только по правилам ММА. Как у Оверима, голова-то держится до сих пор. При этом голландец ещё и прогрессировать умудряется. Особенно в плане грэплинга, но об этом чуть позже. У Волкова поединков на 25 меньше, но не сказать, что в опыте он сильно проигрывает разрушителю. Саша отлично проводил бои на длительной дистанции. Не так давно отборолся 5 раундов с Кёртисом Блейдсом и чувствовал себя крайне уверенно в чемпионских раундах. В плане опыта, несмотря на большую дистанцию боёв у Оверима, отдадим бойцам ничью. Следующий параметр – антропометрия. И здесь большое преимущество у Сани в росте. Почти на 10 сантиметров наш парень выше голландца. Однако при такой разнице размах рук у бойцов одинаковый. Поэтому на антропометрии зацикливаться не стоит. Тем более, когда в схватке представлен рубака Оверим, для которого сократить дистанцию, как два пальца об асфальт. И вот, когда мы подходим к выбору выносливости, то уже нарисовывается определенная картина поединка. Овериму 40 лет. Как бы ты ни хотел, но постепенно твоя дыхалка будет проседать. Особенно, когда речь идет о ветеране смешанных единоборств с огромной дистанцией боев. Да, для тяжа 40 лет еще не приговор. Но приговор это для 5 раундов, где на чемпионской дистанции голландец точно просядет. Волкову же только 32. Он даже не в прайме и 5 раундов проходит чуть ли не лучше всех в дивизионе. Полнейшее преимущество за Саней. Идем дальше. Держак – больная тема для тяжей ветеранов. Является ли исключением Оверим? Думаю, вы все прекрасно видите сами. Алистар отлетал поспать от Бена Ротвилла, Трэвиса Брауна, Рикардо Ароны и других панч-машин, не говоря уже о Стиппен, Гану и Жерзинью, в которых удары в разы мощнее. Челюсть Алистара – его самое больное место, тогда как Волков в UFC в нокауте был единожды. И автором этого шокирующего для нашей страны события является Деррик Льюис, который своим ударом может гвозди вбивать. Так что отчаиваться не стоит. Держак у Сани шикарный – очередной плюс для Драга. Ну а где способность выдерживать удары – там и разговор о стойке. И здесь уже будет доминирование Алистара, так как у мужика гигантская дистанция боёв не только по правилам ММА, но и по правилам кикбоксинга. Голландец ворвался в смешанное единоборство во время дедов и уже тогда наводил шороху именно благодаря поставленной кикбоксёрской технике. Не сказать, что он яро применяет её и поныне, так как Овериму нужно заботиться о выносливости, да и стероиды теперь запрещены, но отправить соперника спать он точно может. Саша же представитель школы тайского бокса. Драга отлично защищается, достаточно точен при работе на дистанции и имеет какую-никакую нокаутирующую мощь, которая проявляется больше ста нажем нанесённых ударов. Скажем так, преимущество в первых двух-трёх раундах будет за Оверимом, а на чемпионской дистанции лучше проявить себя волков. Грэплинг. Казалось бы, куда тут? Будут биться два ударника с базой тайки и кикбоксинга, но нет. Они оба прогрессируют в борьбе, так как хотят оставаться в топе. Саня, например, несмотря на проигранный Блейдс убой, смотрелся крайне неплохо в партере и вязал соперника, позволяя номинальному борцухе крайне мало. Оверим же больше прокачал уход от тейкдаунов, только каждая четвёртая попытка перевода становится для его соперников успешной. Кроме того, голландец может выйти на простейшее удушение сзади, так как его оппозиция изначально боится мощнейшего граунд-энд-паунда, защищаясь именно от него. Ничья в плане грэплинга. Подводя итоги, мы прогнозируем победу Александра Волкова, и это основывается не только на нашей симпатии. У бойца есть всё, чтобы одолеть Алистара. Он куда выносливее. У Драга лучший держак и достойная ударка, благодаря которой он в четвёртом и пятом раундах может практически беспрепятственно разбивать уставшего голландца. Таким получился прогноз на главный бой UFC в Vegas 18 между Александром Волковым и Алистаром Оверимом. А как закончится схватка, по вашему мнению, напишите скорее своё мнение в комментариях, и не забудьте ставить лайки и подписываться на наш канал. Скоро увидимся.